Вопрос от Натальи. Профессор всегда призывает нас не сомневаться в том, что победа будет за нами. Хочется узнать, на чем основана такая уверенность и что будет с Россией в ближайшем будущем, если победим не мы? Видите ли, когда мы говорим о будущем, мы не только его прогнозируем, анализируем, мы его на самом деле творим. И если мы уверены в том, что будущего нет или оно ужасно, то оно таким и будет. Это вот как раз тот случай, когда настоящее начинает творить будущее, потому что прошлое мы изменить не можем, мы контролируем только настоящее. Но вот в этом настоящем мы можем сеять зерна и даже выращивать саженцы будущего. Теперь, то есть оптимизм, оптимизм это политическая стратегия. Хочу обратить ваше внимание, это не просто психологическое состояние. Это не просто то, что американцы, англосаксы называют positive thinking. Да, вот вы думаете хорошо, хорошо будут. Это именно политическая стратегия. Если мы верим, мы это не обязательно, чтобы верили там 190 и даже 70 процентов граждан России, достаточно, чтобы верило всего несколько процентов. Если несколько процентов склонно полагать, кто-то из них верит, кто-то надеется, что мы можем повлиять на наше будущее, то эти перемены оказываются более чем вероятными. Это первое. Второе. Я много раз говорил и повторю вкратце по этому, что речь идет о транзите, который начнется в 21 году. Он просто неизбежен. Его уже нельзя откладывать. Потому что физический горизонт существования Владимира Владимировича – это месяц. Он не годами уже исчислялся. Поэтому надо что-то делать с властью. Когда такого сорта перемены происходят, это же не перемены в 1953 году, да? И это даже не перемены в 1999 и 2000 году, когда был широкий общенациональный элитный консенсус по поводу желательного образа лидера. Это перемены в глубоко кризисной стране, где элиты находятся в состоянии тяжелейшего конфликта. Этот конфликт не очень пока заметен, но скоро он проявится. Значит, у нас есть уникальные ситуации. У нас это как вот у того меньшинства, о котором я говорил. Активного меньшинства, гражданского меньшинства, политически озабоченного меньшинства. Все равно, как вы его назовете. Есть шанс в эту ситуацию вмешаться. И более того, вот те самые элитные группировки, которые я упоминал минутой раньше. По крайней мере, некоторые из них размышляют о том, чтобы попытаться договориться с обществом. В общем, что было бы, наверное, неплохо и для общества, и для этих элитных группировок. И, наконец, вторая часть вопроса. Что будет, если этого не произойдет, если не будет позитивных перемен? Мы с вами сейчас находимся в откровенно мизерабельном и скотском состоянии. Вы это все видите. И вот те изменения в законодательстве, которые сейчас с бешеной скоростью Дума печет и выпускает в жизнь, они призваны лишить нас вообще любой возможности, даже намека на воле и изъявление. Это скотское состояние, откровенно. Моя точка зрения, это долго не продержится. Но, опять же, несколько месяцев будет очень тяжело. Так вот, даже если им удастся на какое-то время это состояние закрепить, это состояние не будет сколь-либо длительным. Сколь-либо длительным. Давайте представим себе ситуацию, что нашелся некий преемник, который смог сохранить ситуацию под контролем. Стратегически, если не произойдут самые серьезные изменения в экономической, социальной и политической сферах, его власть окажется недолгой. Его власть окажется недолгой, потому что запас прочности у страны не столь велик. Я имею в виду не, собственно, финансовые резервы даже, а морально-психологический запас, репутационный запас. Мы уже превратились, мы, это Россия, в страну изгоя. И, к сожалению, заслуженно превратились. Или сейчас очень интенсивно превращаемся. Так что даже если те перемены, о которых я сейчас говорю, о которых призываю, не реализуются в ближайшее время, то все равно не реализуются в неотдаленном горизонте. Еще раз подчеркну. Счет будет идти не на годы. Счет сейчас идет уже на месяц. И оптимизм, оптимизм, умеренный оптимизм, я не призываю вас к фанатической вере. Я не хочу, чтобы нас называли там сектой, свидетелей перемен. Ни к чему это. Поверьте, совершенно ни к чему. Даже если вы мне доверяете, я пользуюсь вашей симпатией. Я все же сам полагаюсь на здравый смысл и на какую-то аналитику. Так вот, оптимизм – это все равно политическая стратегия. И сейчас, несмотря на некий упадок, депрессивность общества, как ни странно, шансы на реализацию этой стратегии выше, чем когда бы то ни было за последние 20 лет. И точно выше, чем на рубеже 2011-2012 года. Субтитры создавал DimaTorzok